Привет всем, друзья! Сегодня будет очень-очень-очень важное видео, которое раз и навсегда изменит твою жизнь. Это видео даст тебе нереальный заряд энергии и заставит взглянуть на твою жизнь совершенно по-другому. Обязательно досмотри его до конца. Итак, если у тебя есть проблемы, это видео для тебя. Я разрушу сейчас три самых-самых главных убеждения, которые тебе мешают, которые отравляют твою жизнь. Первое убеждение. Оно его нахрен может все бросить. Что делать, если опускаются руки? Это не для меня. Я разрушу это убеждение. Второе убеждение. Жизнь дерьмо, у меня куча проблем. Подскажи, что делать? Я подскажу. И третье убеждение. Деньги это зло, деньги это плохо. Итак, первое убеждение. Это не для меня. Тарас, подскажи, что делать? У меня опускаются руки. Я хочу это все бросить. Что делать? Ребята, у меня руки не опускались уже три года. Вот когда я изменил мышление, эти идиотские мысли меня вообще не посещают. Я вообще не понимаю, как это, когда опускаются руки? Почему они должны опускаться? Когда я шел к успеху, я осознал одну фразу. Одну фразу, и эта фраза полностью перевернула мое сознание, перевернула мое мышление и изменила мою жизнь. Если ты сдашься, лучше не станет. Все. Какой смысл сдаваться? Я никогда не понимал людей, почему они сдаются? Если я сдамся, я тебе говорил, я всегда смогу вернуться к маме на завод. Я всегда смогу вернуться в свой город. Я всегда смогу работать за копейки. Какой смысл? Нахрена? Все. Понимаете, у меня был только один путь. Это успех. Все. Есть два пути. Остаться в том же дерьме или идти к успеху. Все. Этот путь мне не подходит? Все. Только одна дорога у меня была. Только один путь. Почему люди сдаются? Я этого не понимал. Ты же знаешь, как жить в дерьме. Ты же знаешь, как жить этой жизнью. Ты все о ней знаешь. Ты будешь ходить на работу каждый день. По выходным ты будешь встречаться с друзьями в баре и рассказывать, какая плохая жизнь. Ты все знаешь. Потом ты будешь жить на пенсию, на копеечную пенсию. Потом у тебя начнутся проблемы со здоровьем. У тебя не будет хватать денег на лекарства. Ты это знаешь. Ты знаешь эту жизнь. У тебя куча примеров. Ты смотришь на своих бабушек, дедушек. Ты все знаешь об этом. Зачем тебе так жить? Зачем сдаваться? Если ты сдашь, то значит ты будешь жить так же, как жил. Так же, как твои близкие. Ты это знаешь. Я это понимал. И поэтому я хотел это изменить. Все. Я это знаю. А вот что там, я не знаю. Вот как жить по-богатому, я не знаю. Я хочу попробовать. Мне это интересно. Все. Какой смысл сдаваться? Ребята, разрушьте это убеждение. Есть один путь. Только вверх, только вперед. Если ты не растешь, ты деградируешь. Все. Другого пути не дано. Теперь второе убеждение. Жизнь дерьмо. У меня столько проблем. Ты не представляешь, какая у меня сложная жизнь. Ребята, я представляю. Я был в еще худшей ситуации. Тебе легко говорить. Ты богатый. Да? Ребята, все отлично. Все шикарно. Жизнь это крутая штука. Жизнь не дерьмо. У тебя нету никаких проблем. Никаких проблем у тебя нет. Запомни. Все проблемы в твоей голове. Очисти свой разум. И двигайся дальше. Все. Если ты в дерьме, сходи помойся. Все просто. Если у тебя куча проблем, ты уже не можешь ходить. На тебя давят проблемы. Возьми эти проблемы, сними. Поставь их вот. И иди себе дальше. Все. Да какого хрена? Что ты за чушь тут мне несешь? Смотрите, друзья. Представьте себе человека, у которого все было хорошо. И он потерял зрение. Он не видел. Вообще не видел. Потерял зрение и уже 10 лет не видел. И этот человек с радостью, с радостью взял бы все ваши проблемы и отдал бы вам свою одну. Он сказал, давайте мне все проблемы, я возьму еще проблемы твоих друзей. Но только верните мне зрение. Ваши проблемы по сравнению с его проблемой мелочи. Подумайте над этим. Есть люди, которым хуже, у которых нету рук и ног. А вы еще жалуетесь на жизнь. У вас нет никаких проблем. У меня кредиты, у меня долги. Да чушь все это. Ты можешь с легкостью от этих проблем избавиться, если возьмешь жизнь в свои руки. Нет у тебя никаких проблем. Подумай о том, кому хуже. Подумай о неблагополучной семье в Африке. Представь ребенка, у которого там огромный живот. Он худой. Он не помнит, когда в последний раз ел. Он чем-то болеет. У него все тело в мухах, да, все тело в ранах. Нету питьевой воды. У тебя вообще есть вода? Если есть вода, ты счастливый человек. Что ты ноешь? Я себе так говорил. Жизнь удалась. У тебя есть вода. Сможешь попить вот сейчас, пойти в воду? Классно. А он не может. Там нету питьевой воды. Подумай над этим. И ты еще ноешь, что у тебя проблемы? Да нету у тебя ни хрена никаких проблем. Взял жизнь в свои руки и пошел действовать. Все. Хотите мотивацию? Вот вам мотивация. Почему я так жестко говорю? Да чтобы ты, блин, взял и изменился. Зрение у тебя есть? Видишь свой путь? Видишь, куда двигаться? Видишь перед собой там 3 метра? Видишь? Все. Отлично. Радуйся этому. Не видишь? Протри глаза. Но у тебя есть зрение. А есть люди, у которых нет зрения. Протирай, не протирай. Там тьма. Подумай над этим. И третье убеждение. Не в деньгах счастье. Деньги это зло. Деньги для меня не важны. Избавься от этой херни. Деньги это не зло. Деньги это добро. Деньги это хорошо. Если для тебя деньги не важны, ты не будешь важен деньгам. Если тебе похрен на деньги, деньгам тоже будет похрен на тебя. Если ты говоришь, не в деньгах счастье, ты никогда не будешь счастлив на 100%. Вот попадаются у меня в комментариях такие ребята. Ой, не в деньгах счастье. Счастье в Боге. Счастье в здоровье. Да, я согласен. Счастье во всем. Счастье в любви, счастье в улыбке, но и в деньгах тоже. Если ты говоришь, что счастье не в деньгах, никогда у тебя не будет денег. Ты никогда не будешь полностью счастлив. Никогда. Не нужно от чего-то одного ограждаться. Ты никогда не будешь счастлив. Счастье, да, в Боге. Счастье в здоровых родителях. Да, в этом истинное счастье. Но не нужно ограждаться от денег. Потому что за деньги сейчас все можно купить. Я имею в виду материальные вещи, которые улучшат твою жизнь. Там, лекарства, еду. Можно подарить эмоции с помощью денег. Да, можно строить больницы, приюты. Можно помогать бездомным. Да, кучу вещей можно сделать полезных с помощью денег. А ты говоришь, не в деньгах счастья. Деньги это зло. Деньги это проделки дьявола. Люди, опомнитесь. Я хожу в храм и нахожу там умиротворение. А храм построен за деньги. Значит, храм построен дьяволом. Правильно? Нет? Ну что за чушь? Почему вы так глупо мыслите? Избавляйтесь от этого убеждения. Деньги это хорошо. В деньгах счастье. В любви счастье. В друзьях счастье. В солнце. В небе. В каждом листике. В этой камере, на которой я снимаю видео счастья. Во всем счастье. Если вы будете видеть счастье во всех вещах. Тогда вы будете абсолютно счастливы. Абсолютно. Ну что, друзья. Как вам видео? Это видео должно набрать миллион. Пожалуйста, поделитесь этим видео со всеми. Вот есть три убеждения. Люди с ними живут и не понимают, почему их жизнь дерьмо. Почему они отравляют свою жизнь. Они никогда не поймут, если не посмотрят это видео. Обязательно, обязательно поделитесь этим видео с друзьями. Все так просто. Есть базовые принципы и на них держится мир. О чем мечтаешь, то и получаешь. Что посеешь, то и пожнешь. Как мыслишь, такой и будет твоя жизнь. Все. Все просто. Не усложняйте себе жизнь. И не важно, какие в вашей жизни проблемы. Важно то, как вы к этим проблемам относитесь. Как вы реагируете на эти проблемы. Все. По сути, всех этих проблем, всего этого дерьма, его у вас нет. Оно только у вас здесь. А если оно здесь, оно уже и здесь. Понимаете? И вам нужно просто взять и разрушить эти шаблоны. Разрушить эти убеждения. И ваша жизнь кардинально изменится. Так что огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку, за понимание. Я верю, что это видео изменит вашу жизнь. Подписывайтесь на мой канал Инстардинг. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Впереди вас ждет еще очень много крутого контента. Обязательно, обязательно, обязательно поставьте этому видео лайк. Всем пока. Продолжение следует...